В настоящих супергероев на этих соревнованиях превращаются даже хрупкие девчонки. Несмотря на то, что это конкурс, победа в нем очень условная, ведь главный приз – бесценный опыт. Это пригодится и в будущем. Конкретно где? Ну, может быть, в какой-то там профессии, может, я пойду куда-то на какую-то определенную профессию, и там нужно будет у Зои. Игорь и его команда в нынешних соревнованиях новички. Однако первый блин комом – пословица совсем не про этих ребят. К сегодняшнему дню они готовились основательно. Наставник у них – именитый спортсмен, кандидат в мастера спорта по фигурному катанию, мастер спорта по легкой атлетике и мастер спорта международного класса по регби, преподаватель физической культуры Надежда Бабкова. Планы у ее команды самые серьезные. Если выиграть вот эту районную Зорницу, то можно отправиться на областную Зорницу, где, соответственно, с каждого района команда, выигравшая, будет уже выступать на области. Помимо конкурса «Вязание узлов» ребята проходили в этот день полосу препятствий, разбирались в топографических знаках и определяли азимут. Возможно, уже в следующем году на общегосударственном уровне российским командам придется бороться не только между собой. Нашей игрой интересуются иностранцы. Зорница может стать международным турниром. Кто знает, не увидим ли мы наших ребят среди его финалистов. Покажет время. А в нашей студии сегодня гости. Это один из участников команды победителя района Зорницы, Кирилл Булычев, и его наставник Тимур Павлов. Здравствуйте. Здравствуйте. Закончилась Зорница. Как всегда, это была увлекательная игра. В первую очередь, наверное, игра. Но этой игре предшествовала серьезная подготовка. Тимур, вы занимаетесь с ребятами. Насколько интересно сегодня в наше время ребятам такое увлечение? Ну, казалось бы, за чередой компьютерных игр можно много чего интересного увидеть. Но, между прочим, можно увидеть и на практическом применении, что касаемо этого вязкого узла, системы, участия в данном соревновании. На этапах подготовки к данным соревнованиям ребята познают себя в абсолютно сложных ситуациях. Где-то легко справляются с этим, где-то с какой-то определенной сложностью. Но, тем не менее, они с этим справляются и с большим интересом подходят к этому делу. Я знаю, что вы и сами, в общем-то, в юности увлекались. Да, абсолютно верно. В юности, когда я был где-то 7-й, 8-й, 9-й класс, тоже увлекались данным направлением, именно пешим туризмом и спортивным ориентированием. Это было настолько увлекательно, когда на неделю уезжали на соревнования, это брали какие-то неподъемные вершины, занимали призовые места, где были первыми. Где-то что-то не получалось, но это еще больше нас подстегивало. И мы на следующий год еще с большей уверенностью и с хорошим настроем, таким боевым задорным шли уже побеждать. Кирилл, готовились серьезно, да? И все-таки, что вашей команде, как ты считаешь, почему вашей команде удалось победить? Ну, готовились, да, скажу серьезно. Прямо такой настрой у нас был боевой. Команде нашей помогло дружный состав, еще помогло сплоченность коллектива, помогали друг другу, что где никто не знал, узлы, например, помогали в обвязках завязывать. Я хочу предложить тебе такой экзамен небольшой. Я знаю, что вы учились завязывать узлы, и довольно-таки интересные названия у этих узлов я, честно говоря, не все запомнила. Но я думаю, что, наверное, ты сейчас рискнешь попробовать завязать узел, и не просто завязать, а закрытыми глазами. Попробуешь? Ну, давайте попробуем. Вот у меня есть веревочка. Кирилл, пожалуйста. Можешь выбрать любой узел, который ты, может быть, больше любишь других. Тимур, скажите, время тоже учитывается или нет? Да, конечно, на соревнованиях эта вязка узлов идет на время и на правильность. Это не значит, что ты завязываешь быстрее, но не факт, что он будет правильным. И зачастую правильность узла напрямую зависит от твоей жизни, от того, как ты его свяжешь. Потому что в экстремальной ситуации или на большом спуске правильно завязанный узел гарантирует твою безопасность. Какой, Кирилл, это узел? Грибвайн. В данном случае Кирилл идеально завязал узел. Он вполне очень, смотрите, правильный. Чем оценивается правильность узла? Он говорит, смотрите, колечки идут с одной стороны, а, как я и говорил уже, плюсики идут с другой стороны. Это называется правильным. Если бы он был неправильным, то было бы наоборот. В данном случае все отлично. Молодец. Спасибо вам за интересный разговор. Я напомню, что в нашей студии был один из участников команды победителя районной заорницы Кирилл Булычев и его наставник Тимур Павлов.